Второй вопрос – это есть ли какие-то послания для нас сейчас относительно текущего периода? Вот того, что сейчас происходит в мире, все вот эти вот изменения, как они, может быть, нас коснутся или что делать, есть ли какие-то рекомендации конкретные? Например, как реагировать, что делать, куда идти? Выключи, пожалуйста, звук. Микрофон. Вот. Какое есть конкретно для нас послание? Ну, во-первых, я еще раз повторюсь. Послание начинается с того, что идет вот этот вот поток чистой, светлой, ясной энергии. Он, ну, можно сказать, что он идет, да, а можно сказать, что он существует всегда, просто он больше раскрывается сейчас, и мы должны быть соединенными с этим потоком. То есть, можно сказать, что наше сердце, да, наша сердцевина и энергии этого потока, они должны быть вместе. Это самое важное то, что есть сейчас, и это не только для нас рекомендация, а для всех. То есть, ощутить вот эту энергию, которая уже пришла, это чистая, светлая, ясная энергия божественная. Ощутить ее нутром своим, сердцем своим, прямо вот изнутри, прямо прочувствовать ее. И чем больше мы в это входим, в это соединение с этой энергией, чем больше мы раскрываемся, тем легче нам будет. То есть, мы, это как новый уровень восприятия. Это больше чувствовать, больше видеть, больше слышать, больше осознавать. И, соответственно, чем больше мы раскрываемся в этой энергии, тем лучше он улучшается, наша работа, во-первых, всех органов чувств, наше восприятие улучшается, И у нас вообще не возникает вопросов, что делать. То есть мы начинаем в моменте считывать то, что актуально для нас именно в тот момент совершить. То есть здесь нет такого, что через неделю иди туда и сделай то. Нет такого, это работа ума. А тут именно улучшение работы органов чувств, всего восприятия, то есть чувствовать, жить этим потоком, новым, этими энергиями, соединяться с ними, быть в них. И это улучшает работу всех органов чувств, улучшает восприятие и улучшает нашу реакцию в моменте. То есть мы находимся здесь и сейчас всё время. И, соответственно, мы всё время знаем, что нам и как делать, как проживать именно на момент сейчас. Потому что планирование – это немножко не то. то есть это невозможно спланировать. То есть мы, если мы всё время в моменте живём, соединёнными с этой энергией, со своим нутром, и тогда мы просто идём так, как лучше всего. В этих изменениях, вообще независимо от того, что вокруг происходит, мы максимально эффективно встроены, можно сказать, в это пространство и время. Мы максимально эффективно проживаем это время. Соответственно, мы чувствуем, что нам делать в тот или иной момент лучше всего. Это самая ясная, открытая позиция в проживании нас. Это такая вот первая рекомендация. Второе – адаптация. То, что я ранее сказала, быть как вода. Адаптация – это включить некое свойство в себе, уметь адаптироваться и быть как вода, быть гибкими, ощущать изменения, не бороться с ними, как натыкаясь на камень, в оппозицию вставая, а мягко и плавно, как вода, обтекает камень, обтекает любую преграду, она просачивается, струится. Вот так же происходит адаптация, она мягко происходит. То есть изменения будут, они есть, будут и будут происходить, и не все изменения будут нравиться. Но если включить вот это свойство адаптации, то есть это свойство есть у каждого человека, и каждый человек может в себе включить какую-то степень этой адаптации. То есть у адаптации есть шкала такая. Может, мы можем на максимум ее включить, можем на минимум. То есть на минимум мы максимально сопротивляемся и плохо адаптируемся на максимум. Это мы вообще без любого сопротивления идем и принимаем жизнь такой, какая она есть, со всеми изменениями. Вот, соответственно, уровень вот этой адаптации мы можем выбирать в себе. То есть насколько мы лояльно, там, гибко относимся к миру и к тем изменениям, которые в мире происходят. То есть включить вот эту текучесть. И причем, ну, можно сказать, как подстраиваться, да, под обстоятельства. Но вот эта подстройка, ее не надо путать с... Сейчас, как это сказать... Какое-то слово, где эго задействуется. Выпало слово эго. Типа, когда прогибаешься, да, наступаешься на горло. Это немножко другое. Это принимать новые условия жизни, любые. Это природные изменения, это социальные изменения, это внутренние, внешние изменения. Это не только там вот магазин закрыли и все, значит, да. А это вообще все изменения. Это внутренние, прежде всего, изменения человека. Энергии внутри тела, например. Внешнего облика, то есть как тело реагирует, например, на внешние обстоятельства. На, вот я говорю, социальные изменения, природные изменения. Их масса. Это не только один какой-то фактор социальный. Социальные. Вот. Соответственно, эта гибкость, она природная именно, как наше естественное свойство организма. То есть это приспособление не через какие-то эгоистичные вот эти вот, когда эго ранится. А именно включить природное свойство обтекаемости. Как вода камень точит. То есть все обстоятельства, они как бы начинают природно стачиваться, обтачиваться этой водой, камушки, по которым вода течёт. И тогда человек проходит это очень мягко и естественно. То есть там в этой адаптации есть природное свойство. Это как природная энергия, она внутри, она как свет выглядит. И этот свет, он сглаживает вот эти все неровные углы. Поэтому, когда мы в этом природном свойстве находимся, обстоятельства мира, они как будто сглаживаются для нас. То есть мы тогда меньше бьёмся с обстоятельствами. И, соответственно, мягче начинаем всё это проходить. Вот, так, что ещё? Это второй пункт. То есть природную мягкость, адаптацию. Можно включать, какие ещё есть рекомендации для нас. Ну, третий пункт интересный. Он связан с пищевыми привычками. Вообще другая тема. Что-то идёт про еду. Про еду, про пищеварение. Возможно, про продукты. Что за тема такая? Почему вдруг? Третий пункт у нас, что-то связанное с едой какой-то. Рекомендация такая. Скажу так. Следить за тем, что мы едим. Почему-то в этот период очень важно качество продуктов. Ну, где-то я скажу, что это идёт как предостережение. Типа не есть плохие продукты. Не есть что-то вредное. То есть следить за качеством продуктов. То есть потреблять наиболее лучшего качества продукты для себя. То есть лучше пусть это будет меньше, но качественнее. Вот такая рекомендация. То есть не экономить, может быть, на... В общем, не экономить на качестве. То есть лучше выбрать чего-то взять поменьше, сократить потребление, но покачественнее. И качество вообще не зависит от цены. То есть качественный продукт мы выбираем не потому, что он дороже или дешевле. А мы должны научиться чувствовать качество продукта. То есть это как внутренний радар. Включить, например, смотришь на продукт и ощущаешь, этот продукт хороший для тебя или нет. И для каждого это индивидуально будет. То есть каждый человек знает, хорошо для него, не знаю, вот это яблоко съесть или плохо. То есть включить вот этот вот внутренний радар и фильтровать продукты надо. Любое потребление. То есть это и напитков касается, и любой еды. Чем лучше качество продуктов, тем будет лучше человеку, телу. То есть есть какая-то часть, как я вижу, продуктов, которая как будто бы в этих новых энергиях становится непригодной. И если человек продолжает потреблять, то есть раньше, допустим, это можно было есть, а скоро это уже нельзя будет есть в этой частоте. Энергии. То есть это уже, эти продукты уже будут нести вред человеку. Раньше, например, если я это прокатывала, человек ел, это было вредно, но ничего, пролетало, да. То теперь человеческий организм будет реагировать более тонко на это. И поэтому не стоит пренебрегать этим и больше именно сфокусироваться на качестве. Чем чище, чем лучше продукт. Особенно хорошо, если мы знаем, где он там и как был выращен. Ну, то есть, допустим, на своем огороде это может быть более предпочтительнее, но не всегда и не факт, потому что, то есть, тут именно внутренний радар должен быть на качество. Научиться считывать, что можно есть, что нельзя. Тебе, в данный момент, сегодня, например. Это позволит лучше и дольше сохранять тело, здоровье. Ну и вообще, кстати, это даже и процесс очищения тела даст. Что касается воды, то же самое. Ну, напитков в меньшей степени, больше продуктов пока это касается. И это какой-то период, вот, то есть, уже сейчас надо об этом подумать. И такая переходная стадия будет примерно, как я сейчас вижу, до лета. То есть, вот, эта рекомендация до лета идет. То есть, дальше там какая-то перестройка, тоже опять энергии. Ну, в общем, просто обратите внимание, говорят, на потребление пищи. Какая, сколько, чем меньше, кстати, тем лучше. Чем меньше, меньше и качественнее должна быть, и да, вот. Это третий пункт рекомендации. Ну, остальное есть, я могу продолжать очень долго, да, но остальное не так значительно. Все, остановимся на трех этих пунктах. Дальше там разные мелочи, которые, в принципе, каждый человек может сам почувствовать при желании. А вот вопрос возник, помнишь, мы когда с тобой были на даче? Спасибо.